Команде администрации «Физкульт» привет! Приветствия традиционные, а вот участники футбольного матча необычные. На поле вышли чиновники Балаковской администрации и местные депутаты, чтобы дать бой ветеранам бокса. Поиграем, разомнемся. Тем более в преддверии дня города, я думаю, неплохое событие. Я последний раз в футбол играл лет 10 назад. Нормальное время в любом случае, независимо от результата, проведем, я думаю, классно будет. Это уже вторая футбольная встреча с участием боксеров. Именно они стали продвигать идею о том, что футболу все возрасты и профессии покорны. И начинание ветеранов-спортсменов уже становится традицией. Уже состоялся матч с врачами ЦРБ, сейчас администрация, следующее у нас руководство Росгвардии выразило желание. И мы, так думаю, приобщим к здоровому жизни большое количество людей своим примером прежде всего. Инициатор товарищеских матчей Дмитрий Шевченко – боксер, но в то же время депутат городского совета и районного собрания. И хотя он изначально определился, за какую команду будет играть, в душе переживает и за соперников. Как-никак в одном депутатском корпусе с ними трудится. Я и так, и так, я буду периодически не бегать туда-сюда. К сожалению, не каждый занятой человек может найти время для тренировок, а потому некоторые уже забыли, когда в последний раз выходили на футбольное поле. Но игра в футбол, как езда на велосипеде, невозможно разучиться даже через годы. Поэтому, выйдя на поле, участники товарищеской встречи вспомнили детство, когда они беззаботно загоняли мяч в ворота соперников. Расслабиться футболистам-любителям не давала дождливая погода. Остановишься – замерзнешь. Но адреналин в этот день грел каждого. Хорошая игра вообще. Погода прекрасная для футбола. Сыграли отличную игру. Все довольны, все рады. Что еще надо? Здоровый образ жизни. Спасибо большое нашим коллегам, спортсменам, которые молодцы. Нас берегли, мы их берегли, как могли. Боксеры, хоть уже и считаются ветеранами, все равно находятся в отличной физической форме. Но и чиновники с депутатами тоже им не уступали. Если не в спортивном мастерстве, то в упорстве и в желании забить гол. Поэтому и атаки постоянно переходили с одной стороны поля на другую. И разрыва в счете не было. Мы тренируемся только в других видах спорта. Это нам нисколько не помешало выйти на поле уверенно. Когда ты чувствуешь себя уверенно, то ты можешь играть спокойно. Да, нет профессиональных каких-то там специфических футбольных, но это же команда, каждый здесь помогает друг другу. Эта встреча проходила на стадионе возле второй гимназии. Новая спортивная многофункциональная площадка здесь появилась в прошлом году, но уже завоевала популярность у любителей различных видов спорта. Здесь постоянно играют в футбол, волейбол, баскетбол. Проводятся уроки физкультуры, турниры среди школьников, состязания между любительскими командами. И таких площадок, построенных при поддержке социально-ответственного бизнеса, в Балакове становится все больше. Молодцы, все в город вкладываются. И атомная станция, вот этот вот комплекс спортивный построил. Все равно, даже сейчас мы приготовили специально подарочки для нашей команды противников, чтобы в конце наградить их, вне зависимости от того, какой будет результат. Результат игры, кстати, был непредсказуем. В начале матча зрители делали ставку на боксеров, но в итоге счет оказался равным. Желание победить у работников администрации было настолько сильным, что они дали достойный отпор соперникам. За что и получили заслуженные призы от Балаковской АЭС и концерна «Росэнергоатом». Ну а зрители ждут новые встречи с участием ветеранов бокса и представителей различных организаций города. И это будет также интересно. За сыгранную игру в команде ветеранов бокса «Физкульт» привет! Продолжение следует...